Конструирование, моделирование и технология шитья. Что за странные понятия? Раз и навсегда разберемся в этом видео, для того, чтобы эти слова вас больше не пугали, а только лишь вдохновляли на творчество. Простыми словами разложим все по полочкам. Для того, чтобы нам было понятнее, представим весь процесс создания одежды. От начала до конца, когда мы уже надеваем готовую вещь. С чего все начинается? Да, разумеется, все начинается с идеи, но если мы берем именно процесс создания одежды, любого изделия, то все начинается с мерок. Мы определяем для себя, по каким меркам, по каким размерам будем создавать будущее изделие. Это могут быть индивидуально сняты мерки. К примеру, вы шьете для себя или на заказ для индивидуального заказчика, и в таком случае вы снимаете мерки с его фигуры. Если вы создаете одежду для бренда, то вы используете типовые мерки, то есть это усредненные значения, усредненные мерки, которые получены путем замеров множества женщин. То есть, к примеру, взяли 100 женщин 44 размера, сняли с них мерки и взяли усредненные среднестатистические, скажем так, значения. Это и есть типовые мерки. Затем то же самое повторяют с женщинами приблизительно 46 размер, 48 и так далее для всего размерного ряда. Впоследствии эти усредненные значения вносят в таблицу, и мы получаем таблицу типовых мерок. Их как раз-таки вы можете использовать при создании лекал для массового пошива, если вы планируете создавать бренд одежды, или просто хотите отшить коллекцию на продажу на большой размерный ряд. Первый этап пройден, у нас есть мерки, те самые цифры, те самые значения, по которым мы будем создавать выкройку. Выкройка это бумажная деталь, которую мы фактически прикладываем к ткани, расскажем таким простым языком, затем вырезаем краем и шьем, собираем эти детали, у нас получается готовое изделие. Так вот, для того, чтобы создать эту бумажную выкройку, нам и нужны были мерки. Так вот, конструирование это есть не что иное, как создание той самой простейшей базовой выкройки, которую вы можете использовать в качестве классической выкройки. Например, если создадите базовую выкройку плечевого изделия, вы можете шить платье-футляр. Или если вы создадите базовую выкройку юбки, прямой юбки, то вы можете шить классическую юбку-карандаш. И то же самое с брюками. Если вы создадите базовую основу, базовую выкройку брюк, то вы с легкостью по этой же выкройке можете шить классические прямые брюки. Но прелесть этой базы в том, что вы ее можете модифицировать, изменять, а правильнее будет сказать моделировать. То есть, видоизменять ее форму. Это уже следующий этап, этап моделирования. На самом деле это самый творческий, самый интересный процесс, если не считать, конечно, этапа пошива. Потому что здесь вы создаете разные формы, разные силуэты, играясь с той самой базовой конструкцией, базовой выкройкой, которую вы создали ранее. Например, используя базовую выкройку платья плечевого изделия, вы можете смоделировать, то есть изменить базовую выкройку и создать всего лишь из одной выкройки разные-разные, безграничное количество моделей. Рубашек, блуз, конечно же, платьев любых фасонов, а также жакетов, пальто, плащей, тренчей, трикотажных изделий. В общем, весь ассортимент, любые модели, любые виды изделий, именно плечевых изделий. А если, к примеру, вы используете базовую выкройку юбки, то вы можете создать любые модели юбок, абсолютно любые. То же самое касается и брюк. То есть вы берете базовую основу, базовую конструкцию, которую вы сконструировали на втором этапе, и затем ее переделываете неограниченное количество раз в различные фасоны. И, таким образом, моделируя, создаете новые-новые бесконечное количество других выкройек. Но, к примеру, если мы возьмем выкройку готового пальто или оверсайз силуэта широкую рубашку, то из этой выкройки мы уже не сможем создать безграничное количество других изделий фасонов и выкройек для них. Потому что выкройка оверсайз рубашки – это не есть базовая основа. Таким образом, базовая выкройка – это нечто вроде пластилина, из которого вы можете слепить любую выкройку. Вот в чем ее прелесть. Но поделюсь еще одним секретом. Я думаю, он вас приятно обрадует. Второй этап – этап конструирования. Можно пропустить, к примеру, если вас пугает построение чертежей, расчеты. Пусть даже они не сложные. Их с легкостью можно освоить, но тем не менее. Если вас пугает работа с чертежами, с самостоятельным созданием выкройки, то вы можете пропустить этап конструирования и использовать готовые базовые выкройки. Особенно это актуально для тех, кто шьет на заказ или планирует открывать свой бренд одежды и отшивает целые размерные ряды. Где взять эти базовые, готовые базовые выкройки? Вы можете заказать в любом конструкторском бюро. Для вас их создадут на тот размерный ряд и на те ростовые группы, которые вам нужны. Впоследствии вы можете использовать эти базовые выкройки и создавать бесконечное количество других моделей для ваших коллекций или для ваших клиентов. Но сразу хочу предупредить, что эта услуга не дешевая, однако это есть не что иное, как инвестиция в ваш проект и ваш бизнес. Также можно приобрести готовые базовые выкройки, полный комплект на большой размерный ряд. Это большой комплект базовых выкройок, платьев, юбок, брюк и даже трикотажной базы, из которой вы можете создавать любые трикотажные изделия. Потому что классическое базовое выкройко-платье для трикотажа не очень подходит. Кстати, если приобретать комплект базовых выкройок у нас на сайте, то получается гораздо выгоднее, чем заказывать в конструкторских бюро. Ну а если вы обучаетесь на нашем курсе моделирования одежды класса люкс, то этот комплект выкройок вы получаете в подарок абсолютно бесплатно. Промежуточно подведем итоги. Первый этап снятия мерок мы получили наше значение. Второй этап конструирования. То есть мы создаем по этим меркам базовую выкройку, которую можем изменять, преобразовывать, моделировать на третьем этапе, на этапе моделирования выкройки. И в результате у вас получится полностью готовая выкройка. Моделирование на самом деле занимает совсем немного времени. И самое главное иметь ту самую базовую конструкцию, базовую выкройку. Именно ее построение с нуля занимает большее количество времени. Это может быть несколько часов. А моделирование уже готовой базовой выкройки занимает около 10-15 минут. То есть, по сути, в будущем для создания любой выкройки вам будет необходимо около 15 минут и все. Самое главное иметь ту самую базовую выкройку. А как ее получить, вы уже знаете. Либо построить самостоятельно, либо приобрести готовую. Но есть еще один небольшой нюанс, которым мне с вами хочется поделиться. Вспоминаем, что такое типовые мерки. Мы говорили с вами об этом еще на первом этапе, на этапе снятия мерок. Типовые мерки — это усредненные значения большинства женщин одного размера. Так вот, базовые выкройки, готовые базовые выкройки, которые вы заказываете в конструкторских бюро или приобретаете у нас на сайте, они созданы как раз-таки по этим типовым меркам. Иначе невозможно, потому что мы с вами все разные, у нас у всех есть какие-то особенности. И это просто невозможно учесть в типовых базовых выкройках. Так вот, если вы используете готовые выкройки, то их в любом случае необходимо адаптировать под себя, если вы хотите получить хорошую посадку. Да, разумеется, если вы отшиваете размерный ряд и продаете как магазин одежды, как бренд одежды или поставляете брендам одежды, то вы будете отшивать по этим типовым выкройкам. То есть не нужно будет создавать какие-то индивидуальные особенности. Но если вы шьете одежду для себя или для индивидуального заказчика, то в любом случае вам необходимо создавать хорошую посадку. И тогда необходима коррекция этих базовых выкройек. Это очень важный момент. Просто так готовую базовую выкройку и готовые выкройки модельные, которые продаются на сервисах готовых выкройек или которые вы можете найти в журналах, просто так их использовать не стоит, потому что посадка изделия вас не обрадует. Это будет практически то же самое, что и купить готовую вещь в магазине. Она, как правило, никогда не сидит идеально. Что же делать, спросите вы? Я отвечу. Корректировать. То есть подгонять готовые выкройки или базовые выкройки под особенности своей фигуры. На самом деле в этом нет ничего сложного. И мы приготовили для вас бесплатный мастер-класс по коррекции готовых выкройек под свои индивидуальные мерки. Я покажу эту коррекцию на примере базовых выкройек нашей школы, которые мы используем. Но по тому же алгоритму вы можете корректировать, подгонять под вашу фигуру любые другие даже готовые выкройки. Самое главное понять, как это делается, какие есть правила. В результате вы получите выкройку с хорошей посадкой на вашей фигуре, минуя второй пугающий многих этап конструирования. То есть вам не придется создавать ту самую базовую выкройку с нуля. Вы сразу же сможете переходить к моделированию, то есть к видоизменению выкройки, либо к раскрою, то есть к выкраиванию, вырезанию ваших деталей и дальнейшему пошиву. Получить этот бесплатный мастер-класс можно по ссылке под этим видео. Но важный момент. Доступ к этому мастер-классу у вас будет ограничен по времени. Поэтому не откладывайте на потом, получите полезную информацию уже сейчас, для того, чтобы работа с выкройками приносила вам сплошное удовольствие. Итак, мы с вами получили выкройку, смоделировали ее, и теперь мы готовы к раскрою. Следующий этап мы просто прикладываем выкройки к ткани и краим наши детали, детали кроя. И после этого нам остается только собрать изделие. И третье сложное слово – это технология, технология шитья. Это есть не что иное, как сборка, пошив вашего изделия или способ пошива. Также технологии шитья называют принципы сборки, последовательности сборки деталей в изделии. А еще вы часто можете встретить такие словосочетания, как люксовая технология или кутюрная технология, винтажная технология в наших видео. И под этими словами мы понимаем способ обработки. Потому что шить одно и то же изделие, например, жакет Шанель, можно так, как это делают в масс-маркете. И чаще всего в таком жакете, во-первых, некомфортно, во-вторых, он непрактичный, некачественный, а значит, не сможет прослужить вам на протяжении долгого времени. И, скорее всего, он выйдет из строя буквально через несколько стирок. А можно шить жакет по, скажем так, люксовой технологии, используя приемы высокого шитья. И такой жакет будет радовать вас долгие-долгие годы. Он будет вызывать в вас приятные эмоциональные ощущения, но самое главное, телу будет комфортно. Этап пошива или технологии пройден, и наши изделия готовы к заключительной примерке. И мы с вами сшили изделие от начала, от снятия мерок до конца, до последней примерки. Всему этому можно с легкостью обучиться на наших онлайн-курсах. Не нужно быть потомственным портным, талантливым гением или швейным мастером для того, чтобы конструировать, моделировать и уж тем более шить на уровне люкс. Это абсолютно точно доступно каждому, кто чувствует к этому отклик и желание. Друзья, на этом все. Не забудьте забрать свой подарок, бесплатный мастер-класс под этим видео. И мы с вами совсем скоро увидимся в следующем выпуске.